Здравствуйте, в эфире Рявунг ТВ. У нас в гостях директор информационно-аналитического центра Луис Хайк Айвазян. Хайк, рада приветствовать тебя в нашей студии. Добрый день. Хайк, после подписания договора и после начала этого движения, кажется, начались нападки на церковь. И вот на днях, когда наш премьер-министр поехал в Сюник, произошел такой вопиющий случай, когда священник церкви отказался пожимать руку премьеру и попросил его покинуть церковь. После этого сторонники Пашиняна даже писали, что сам Пашинян очень остро на это отреагировал и решили даже как-то свести счеты со священником. При этом звучали мнения, что священники не вправе какие-то политические действия предпринимать. Как ты считаешь этот поступок? Насколько церковь должна быть вовлечена в политические процессы в Армении? Ну, во-первых, нужно подчеркнуть, что это уже не политические процессы. Это самая настоящая война, горячая фаза которой длилась 44 дня на горном Карабахе. А сейчас борьба за существование, за выживание, выживание как физическое выживание и как выживание в качестве народа, нации, сохранения своей самобытной культуры и национальной идентичности. То есть реакция священника – это не политическая акция, это реакция на те угрозы, которые побесли над нашим народом. Вообще нужно отметить, что последние два с половиной года против церкви шла, можно сказать, беспрецедентная атака, гонения, которые не были за последние 30 лет. Даже вот в 2018 году, после того, как Пашинян и его команда пришли к власти, начались гонения против католикоса. Группа сектант и активистов западных НКО требовали отставки католикоса. Были уличные акции и даже была попытка физической расправы над католикосом. То есть когда он был в одном из областей Армении, его там окружили и пытались сбросить в пропасть, там запись есть. И с первого дня, когда Пашинян стал премьер-министром, отозвали команду полицейских, которые охраняли католикосы. И после этого начались гонения. Вообще тут нужно отметить, что вот современная революция, которая произошла в 2018 году в Армении, движущей силой уличных акций во время этой революции были сектанты. В частности, самыми активными были сектанты из секты «Слово жизни». Как правило, все эти секты, которые зарегистрированы как религиозные организации, но с религией они ничего общего не имеют. Это чисто политические организации, потому что в нужный момент они начинают вмешиваться в политическую жизнь. Если у них по их уставу, например, записано, что они занимаются какими-то религиозными вопросами, то причем здесь политика тогда. И движущей силой были они. И сегодня тоже, когда после инцидента с Пашиняном, в основном те, которые пошли в церковь, чтобы свести счеты со священником, это тоже были сектанты. То есть поддержка Пашиняна и его команды – это адепты религиозных так называемых сект. Как правило, эти секты являются подразделениями сападных спецслужб. Это ни для кого не секрет. Ну, может, не рядовые члены, но, во всяком случае, руководители, те, которые производят служение, у них есть связи, и они по команде вмешиваются в политическую жизнь. Атака эта производится со стороны сект, естественно, по команде из-за рубежа и прямо от властей. Вот несколько дней назад были траурные дни объявлены в Армении, и Пашинян со своей командой, они пошли в Ярабылур, тоже очень напряженная ситуация была, когда пытались матери и родственники погибших запретить ему туда пройти. Но он прорвался, и после этого в защиту себя он говорил, что чуть ли не называли цифру от 15 тысяч участников было вместе с ним. То есть, можно, он говорит, что он все еще, народ его поддерживает. Кто участвовал в этот день вместе с ним? Кто пошел в Ярабылур? Тоже были сектанты? Все ли были сектанты? Ну, есть информация, что был задействован административный ресурс. То есть, сотрудники полиции, оперативники, военнослужащие, они по приказу просто пришли на это шествие. Ну, там было несколько десятков, может, максимум активных, которые были впереди, возле Пашиняна, которые лозунгами поддерживали его, но остальные они просто пришли по приказу, ну, как бы участвовать в шествии, в траурной шествии. То есть, это не была акция поддержки Пашиняна. Хотя пропаганда продемонстрировала это, как вот все эти 10 тысяч или 12 тысяч людей, это все поддерживают Пашиняна. Ну, там был чисто административный ресурс, полицейские, военнослужащие, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, по-моему, там были даже работники каких-то медицинских учреждений и так далее. То есть, это наглядно показывает, что, во всяком случае, поддержки народа у него нет. Конечно, народ не слишком активно, или, можно сказать, вообще не активно участвует сегодня в политической жизни. Хотя, на сегодняшний день это необходимость. Потому что на кону стоит безопасность страны, будущая страны. Но вот, как-то наш народ потерял чувство опасности. То есть, не чувствует та вот опасность и те угрозы, которые нависны над нашими народом. И вот, и власти этим пользуются. То есть, как бы, поддержки Пашиняна нет, но в большинстве своем и активности тоже нет народа, чтобы нейтрализовать те угрозы, которые нависли над Арменией. То есть, единственная сегодня поддержка Пашиняна – это административный ресурс и члены вот этих тоталитарных сект, которые действуют в Армении. Ну вот, если произойдут внеочередные выборы в парламент. Мы знаем, что еще год назад у Пашиняна был достаточно высокий рейтинг. На твой взгляд, у него есть шансы у его партии пройти в парламент и опять руководить страной? На что он вообще рассчитывает? Ну, если выборы не свортифицируют, то, думаю, что 5% он наберет. Ну, 5% сектантов или адептов каких-то религиозных сект, или тех, которые просто ослеплены Пашинянам, они наверняка отдадут свой голос и 5%, скорее всего, наберет. Но если фальсификации не будут, то вряд ли он возьмет большинство. Поэтому есть слухи, что они хотят провести выборы досрочные не через год, а через 2-3 месяца, что позволит ему, используя административный ресурс, сфальсифицировать итоги выборов и снова взять большинство в парламенте. Ну, во всяком случае, можем констатировать, что многие, которые были ослеплены Пашиняном после последних событий, как-то прозрели и перестали ему доверять. То есть, во всяком случае, количество тех, кто его поддерживает, сейчас намного сократилось. Ну да, конечно. Ему потребуются очень большие фальсификации, чтобы показать, чтобы выиграть в этих выборах. Да, у людей открылись глаза, но, к сожалению, сегодня такая ситуация. Нам нависли такие угрозы, которые требуют активного участия больших слоев населения. То есть, только активного участия небольшой группы или нескольких партий этого недостаточно. Но, к сожалению, за 30 лет пропаганда сделала свое, и, во всяком случае, большинство народа активную политическую позицию не проявляют. Ну, Путин надеется, что все его методы популизма, обещания красивой жизни на этот раз уже, наверное, не сработают? Или все же останутся какие-то люди, которые будут верить в эти все обещания? Ну, не сработают, потому что, скорее всего, Армению ждет экономический коллапс, и люди почувствуют, что в чисто материальном плане для них никакой… не то, что нет выгоды, но и все ухудшается положение. То есть, Пашнян уже не сможет обещаниями каким-то экономическими… обещаниями создать экономическое чудо или какое-то развитие. Естественно, вот эти лозунги не пройдут. Но он может, в принципе, пойти на фальсификацию. Но это тоже будет трудно сделать, потому что можно нам, например, нарисовать несколько процентов, но чтобы набрать большинство, это нужно пойти на тотальную фальсификацию. Но это трудно будет скрыть. Ну, посмотрим. Он до сих пор говорит, что у него есть поддержка и что народ за него. как он сказал, что те, кто выступают против – это бунт элиты. Считаешь ли, что лишь элита поддерживает, то есть выступает против и поддерживает вас, Гена Манукьяна? Я не согласен с тем мнением, что иногда звучат мнения даже со стороны сторонников оппозиции, что разделяют народ на элиту и неэлиту. Я не сторонник называть сторонников оппозиции, там, зомби или каким-то. Это народ наш, который обманут. И наша задача – вернуть их в нормальное русло, чтобы они осознавали тот выбор, который они делают. Чтобы их трудно было обмануть и ими манипулировать. Эти люди манипулированы, и это метод Пашиняна и его западных хозяев – разделять народ между своих и чужих, между белыми и черными. Наша задача – объединить народ. Я не разделяю это. Естественно, слова Пашиняне не разделяю, что это бунт элит. Но и не разделяю те мнения со стороны участников оппозиции, что это борьба между народом и зомбированной какой-то массой. Те тоже – наш народ, но они манипулированы. Наша задача – вернуть их в нормальное состояние. – Ты отметил, что сейчас, в принципе, не очень активный в политическом смысле народ. С чем связана пассивность? Может, это после неожиданного сдачи земель как-то люди дезориентированы, как-то подавлены, потеряли надежду? Ну, это не вопрос последних двух с половиной лет. После 1991 года на всей территории Советского Союза с помощью различных пропагандистских методов ведется пропаганда, чтобы народ как бы дистанцировался от принятия ответственности за политические решения. То есть народ говорит, большинство народа, что они не участвуют в политике, им это неинтересно. А когда Западу нужно рестабилизировать ситуацию и произвести смену власти в стране, они активизируют свои организации, религиозные секты, всякие НКО в Армении, так называемую пятую колонну, которые свое дело делают. А остальной народ, который в этих организациях не участвует, их уговорили с помощью пропаганды, что не стоит ввязываться в политику, все равно они ничего не решают. И таким образом получается, что внешние силы в политическом поле делают все, что они хотят, когда они хотят. Потому что в отличие от народа они подготавливаются с помощью своих организаций. Это последствия того курса, который избрала Армения с 1991 года. Не только Армения, но и все страны бывшего Советского Союза. Я не знаю почему в 1991 году люди, то есть жители Советского Союза, республик, они решили, что им не нужно то государство, которое их защищает от внешних и внутренних угроз. Им не нужно то государство, с помощью которого они, эти народы, сохранили свою культуру, свои традиции. Им нужна демократия, европейские ценности и так далее. То есть рано или поздно тот курс, который избрала Армения, она привела бы к катастрофе. Рано или поздно. Это случилось в 2018 году. То есть все последствия начались уже с 2018 года. Пашинян просто завершающий, на нем стояла задача. Стоит задача вот этот процесс вот этой катастрофы завершить. То есть это завершающая фаза против государственности Армении. И Пашинян это, можно сказать, успешно выполнил в течение двух с половиной лет. Естественно, его курировали. Ему сам до многого не может сам догадаться. У него не хватит на это ума. Естественно, его курировали. Ему давали справки, как все это делать, как разрушать государственность. И он это осуществил достаточно успешно. На твой взгляд, у него есть еще какие-то неосуществленные задачи? И с чем связано, что вот он упорно не хочет уходить в отставку? Ну, мы не знаем, какие еще обязательства у него есть перед нашими соседями. Там Азербайджан, Турция. Какие у него договоренности, о чем он говорил с Алиевым в лифте или в других местах, и он с ним встречался, какие у него обязательства перед Западом, перед США, Великобританией, их союзниками. То есть, очевидно, что его сохраняют у власти для чего-то. То есть, те, кто руководили им, все еще пытаются его удержать? Есть, поскольку влияние России после того, как она увеличила свой военный контингент на Южном Кавказе, влияние России, поскольку увеличилось, то, естественно, если поощренность сейчас уйдет, у Запада есть опасения, что, может быть, они потеряют власть в Армении. Поэтому они, возможно, держат пока что Пашиняна для того, чтобы он выполнил те обязательства, которые на него западом были поставлены. Скорее всего, он эти обязательства выполнит, потому что сегодня мы видим, что те государственные институты, которые по определению должны помешать этому правоохранительной структуре, полиция, СМБ и так далее, они фактически не выполняют ту функцию, то есть не нейтрализовывают те угрозы, которые нависли перед нашим государством. А поскольку государственные институты бездействуют, следовательно, что может этому помешать? Но будем надеяться, что последствия этих событий, этих процессов не будут слишком уж катастрофичными для нашего народа. Наша задача в следующем – сегодня уже определиться, какое будущее нас ждет и к чему нужно готовиться. Тот курс, который был избран Арменией с 1991 года, этим курсом Армения больше не может идти. То есть это рано или поздно приведет к физическому уничтожению самой Армении. Следовательно, нужно думать о кардинальной смене курса, отказаться от этой комплементарной политики, отказаться от политики дружбы со всеми и избрать один курс. Курс – это, естественно, более тесная интеграция с Россией, с помощью которой мы сможем нейтрализовать те внешние и внутренние угрозы, которые нависли и в будущем нависнут на нашу страну. И вот это оппозиционное движение, когда объединились много партий с тем, чтобы свергнуть Фашиняна и чтобы временный премьер был Квасген Манугян, с чем связано, что недостаточное количество людей выходит, и многие обвиняют, что политической программы нет четкой. Что нужно, чтобы движение как-то набрало обороты и привело к цели своей? – На протяжении многих лет народ кормили стереотипами о том, что те, которые хотят получить власть, чтобы продолжить курс, который ведут текущие власти, то есть грабеж, обогащение и так далее. И когда появляется любая новая сила, особенно если в этой силе люди видят людей, которые при прежней власти имели какие-то должности или, во всяком случае, ассоциируются с прежними властями, они думают, что это борьба за власть. Естественно, пропаганда, телевизор не дают людям той объективной информации, на основе которой люди могли бы осознанно оценить, нужно ли на данный момент поддержать ту или иную силу. То есть иногда приходится идти на какой-то компромисс, чтобы временно нейтрализовать какие-то угрозы. То есть может политический деятель не тот деятель, за кого ты хотел бы проголосовать или кого видишь во главе государства, но ты временно можешь пойти на компромиссы, оценивая те угрозы, которые на данный момент нужно нейтрализовать. То есть что заявляет оппозиция? Они говорят, что Вазгин Манукьян приходит к власти и через год организовывает выборы. А приход к власти Вазгина Манукьяна оппозиция обосновывает тем, что чем больше Пашинян и его команды остаются у власти, тем больше усугубляются те угрозы, которые нависли над Арменией. Вот в чем вопрос. И люди, когда видят деятелей, которые при прежней власти имели какие-то должности или занимали посты, они думают, что это борьба за власть. А пропаганда не дает им объективно оценить, какой выбор нужно реально сделать. Но во всяком случае я не вижу в оппозиции тот курс, который я хотел бы увидеть. То есть никто не говорит о том, что какой неправильный курс выбрала Армения и что этот курс нужно менять. То есть такое ощущение, что… Они тоже вроде предлагают комплементарную оппозицию. Если даже оппозиция придет к власти, то та политика, которая велась в прошлом, эта политика продолжится. То есть сотрудничество и с Евросоюзом, и с ЕАЭС, сотрудничество и с НАТО, и с ОДКБ, сотрудничество и с Западом, и с Россией. То есть там больше не получится. То есть невозможно было, например, во время Великой Отечественной войны, невозможно было, чтобы Армения сказала бы, что я нейтральная, я поддерживаю и Гитлера, и Советский Союз. Такое невозможно. То есть сейчас момент, когда Армения должна сделать выбор. И от этого выбора будет зависеть будущее Армении. Вот такой постановки задачи я пока ни от какой силы не бежу. Ну а есть какие-то силы, партии, люди, которые не входят ни в ту, ни в другую сторону, и свою другую, определенную политику продвигают? Ну, когда я говорю силы, я имею в виду из тех 17 партий, которые выступают за отставку Пашиняну. А вот есть альтернатива Пашиняну с его командой и вот этим оппозиционным партиям. Потому что многие люди, на самом деле, они оппозицию ассоциируют с прежней властью, у них тоже очень отрицательные ассоциации, они не хотят возврата к прежнему, потому что тогда тоже очень активно во время вот этой революции пропаганда шла, что вот это все коррупция и все такое, несмотря на то, что во время Пашиняна тоже была коррупция и не меньше. Ну вот, наверное, нужны какие-то новые люди, новые силы. Ну, я тоже думаю, что народ ждет каких-то... Есть ли они? Такие силы есть. Ну, среди вот тех 17 я не вижу. Но такие силы, конечно же, есть. Ну и думаю, что просто, наверное, вот эти силы сейчас в ожидании, какие процессы будут развиваться. Ну, если такие силы есть, которые понимают, в какую сторону Армения должна двигаться и с кем она должна двигаться, их задача — подготовиться, чтобы в нужный момент и ресурсами, и как бы в идеологическом плане подготовиться, чтобы в нужный момент уже предложить народу вот этот альтернативный выбор. этот выбор должен быть хорошо выработан, то есть он не должен быть представлен только в спешку. Народ должен понять, что ему предлагают. они должны подготовиться и в нужный момент просто предъявить этот выбор народу, четко указав, куда народ, то есть Армения должна идти. не просто вот как в прежние годы во время выборов представить какую-то программу с обещаниями. Нужна будет четкая программа и четкий курс на будущее, который кардинально будет отличаться от тех сил, которые до этого выступали со своей программой. А от народа, наверное, будет требоваться такая вот поддержка этих сил, но для этого нужно будет его вывести из этого пассивного состояния? Ну, вот для этого и нужен будет какой-то взвешенный идеологический подход. То есть народ, если народ увидит, что та или иная сила или группа сил выступают с четким идеологическим направлением, которое резко отличается от того курса, который Армения взяла за последние 29 лет, то, думаю, что народ на это отреагирует. Просто народ сегодня не видит. Ни в прежних, ни в нынешних, ни в оппозиции, ни во власти нигде не видит. Поэтому ему трудно сориентироваться. И так как у нас предновогодняя программа, я не говорю предпраздничная, потому что праздника в Армении в этом году не будет, меняется календарный год. Твои пожелания нашему народу на следующий год? Ну, я бы пожелал, чтобы Армения восстановила свою государственность, укрепила свою безопасность, укрепила свои государственные и национальные институты. и неважно в какой форме. Это может быть в каких формах, в каких-то интеграционных объединениях или в любой другой форме, которая послужит во благо нашего народа, во благо сохранения и преумножения нашего народа, и во благо сохранения уникальной идентичности нашей культуры и наших традиций, нашей веры. Спасибо, Хайк, за интересную беседу. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова